Всем привет, дамы и господа, с вами крестоносец Изенхорн. Привет-привет. Продолжаем цикл мультиплеерных боёв из Soulstorm'а Real Time. С нами в команде играет Сараев. Он без связи. Такое ощущение, что он караулит, мониторит нашу игру. Как только создаём он тут, как тут, через секунду. Сидит целый день и, наверное, обновляет. Когда же крестоносец создаст? 3 на 3, Альварус. Погнали. Я за Тау, Изенхорн за Гвардию, Сараев за Космо. Против нас Френдли Пикси случайно, раз Спидбуль за Космодесант и Панда Мид Ин Э Кан за Некронов. Мы сейчас рашим или пейшим? Да я не знаю, Сараевым очень сложно скооперироваться. Вроде лучше стал играть, чем играл раньше, но такой нестабильный игрок. Смотрим по ситуации. Мне кажется, раши-то будут как раз они. Ну, хотя Некор, не знаю, не уверен. Давай сейчас посмотрим. Ждём Изенхорна и Френдли Пикси. Ты первый разгрузишься? Не, я второй. Да, то есть у тебя загрузка должна пройти уже быстрее. Уже, да, загрузилась. Да, Френдли Пикси ждём. В этот момент начинает поскудить кота, начинает бегать и отвлекать. Начинает цепляться за провода. Включать интернет. О-о-о, отлично, я по центру. Бери реликт. Мне бы нужна хотя бы одна точка твоя тогда. Гвардета не так влияние пригодится. Давай я возьму боковую. Или я захватываю реликт, а я Сараева возьму. Мне мы сейчас напишём. Да Сараева-то он тоже бы пригодился. У него всё-таки СМ. Мне нужно, чтобы он брал, а ты бери мой. Я написал в эту крайнюю точку, которая ближе ко мне. Ну, а вот это вот. Да. Отсюда и бери реликт захватывать. Сараев всё готов отдать для победы. Даже реликт. Зачем реликт Тау? Реликт Тау нужен только для ресурсов. Космодесантнику для Land Rider. Сто лет не играл я в Реал Тайме, в Солл Сторме. Тут из-за этих апгрейдов, потом тестирование. Посмотрим, как сыграем. Тем более Сараев, я повторяюсь, это испытание для Солл Сторма. И против нас три весьма неплохих, чувака. Сейчас попробуем поддавить. Там к нему бежит или это он бежит? Я просто сейчас на точке с концентрирован. Ну, это мы сейчас на Фендапиксе бежим. Кстати, это не захватывает ТСМ. Еще и вас, и Орг. Сейчас помогу. Угу. Я за моим командиром. Надо у него, кстати, завалить механизм. Не шанс. Отличный вздох. Вдох? Да-да-да, я его опьюкаю. Практически снял все хп, и потом он не успел сбежать. Вот теперь командора можно прессануть в Фитбулле. Фитбулль пошел через снайперов, это довольно частое явление. Давай, пошли-пошли-пошли. Идем-идем. Так вот, особо нечем идти. Сейчас ждем Некр. Кстати, Некрон для этой карты довольно слаб. Из-за того, что большие пространства ему приходится перемещать добро вручную. Смотри, он точку пора апгрейдить. Угу, надо спасти поберегу. Угу, надо спасти поберегу. Комиссара еще выглядела всякий. Пробую его командир тоже обидеть своим. Он спрятался за зданием. У меня не получится. Слушай, Сэм охуил. Ну, по крайней мере, экономику мы и поломали прилично. Угу. Поняту снега тащит. Так, что там это... ПСМ-чика, вижу все у него. Печально. Он под ногортами вяжет. Не дает ничего нормально сделать. Вторая сейчас может его командира слить. Ну, что он там делает, я не снимаю. Время его знает. Почем, пошли этот. Некрона забьем. Разумная идея. Евта-2 пошел. Угу. Теперь я точку отремонтирую. Сейчас он ее тут снимет. Троителей подвел. Довольный. Ну, ладно, делаю воинов. Два пака. И он отступает. Но, тем не менее, да, точку снял. Это был его... Такой... Временный успех. Сараев отступает. Куча там войск слил. Но, тем не менее, ну, косма мы задержали на минуту-две. Примерно. Пойдем еще прижмем. Передавая с вами, там уже орк, ну, попробуем. Может, два Некрона, реально? Хотя, вот их. А вон они сидят здесь. Надо бы космо дожать. Если дать ему развиться, или орк поломать экономику. Но нужен подсвет. По подсвету у меня сейчас будет. Сейчас подсвет будет. Хотя нет, не сейчас. Я не хотел бы выводить разведов. Сенсорных своих. Сейчас у девочки грязу поймала. Некрона, ребёнка. Вот два у меня есть. Строю завод. Ты забирай термоген, или там сарай забирает. Кто из вас? Я думаю, сейчас можно будет пойти на Нека, или на этот момент, когда он отвлекся. Пошли. Я боюсь, что сейчас нам просто орк сдать с Сэмом может вдарить и зажать. На случай чего я создам, к примеру, подведу. А, ну ты уедешь, а я-то не уеду. Латышку на меня всякий случай оставлю. У него здесь есть войска на базе, я вижу, там уже тени мелькают. О, он ещё и орку точку отдал. Замечательно. Я лучше отойду назад потом. Да, орк уже бежит. О, сагрили, сагрили. Хорошо. Чема неприятная такая ситуация. У нас свет есть. То есть, включает. Это указатель. Если что, я готов светить. Давай, пауэр. Подожди, надо, чтобы соляру просрал. Некор. В чем у него лучше лорда убить? Так, у девочки у меня КД. Вот он, я сделал, давай. Угу. Второй вальс, он уходит. Накидки ему снести уже в замедленном развитии. Пошел Т3. Пошел Т3. Вот, да, вот точка в БКП. Кстати, орк там сделал свою сварочную сейчас технику поедет. Угу. Микрон, значит, показать. Вижу, 8 казарму отходим. Я лучше заранее пойду. Он, кстати, идет ко мне. Вот, что делать. Казарму нанесли. Да. Я не дали снимал. По благо, Василис, есть 20-й много. Ща детство повяжу. Да он своим этим не скажите, отстреливается. Ну вот, сейчас я его повяжу в ближний бой. Все, есть. Я тоже его вырублю. Ты давай лучше на технику нарубай. У меня еще один разрушитель на базе. Уничтожитель. Уничтожитель. А герой на его забью, так что нормально. Жена не хотела. Я без машин так бегать неудобно. Сейчас вас дам хотя бы один дам, не видим. Тут тут что-то что-то было. Вот она. Все. Вся техника у них сдохла. Уж командный отряд уводить. Увожу. Опа, тут пустын. Куча танкеток. Расваливайся. Угу. Сейчас мне танк подъедет. Вот эти придурки просто застряли. А их на кэнди делают. Есть такое у них. Такие баги. Ой, да. Просто дебилы. Тащится некрон. Тащи. Я уезжаю. Байк. Байк. Сейчас мне подлоют здесь. У меня, кстати, невидимки у орка. Смракичи. Я беру. Сейчас бегу, бегу. У меня сейчас беремкует. У меня Т3 готова. По сказке. у них может быть уже у кого-то и т4 микрон близко у него войска был не так уж и много да да ты у него есть увожу командира увожу и перила не будут делать боюсь как бы не было у моря еще к нему пока не готовы чтобы принять сараев подвиньте елки твои палки стал там как бирюк стоит ладно дроидов делать не буду будут делать ракетные танки у меня сараев лезвий скинул пире 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 вложу еще воина там оркестр уже он монолит поднять уже есть так я пока ты думаешь орке он заранее забился т.д. это сорком ставлюсь верно но он кучу мог он посрал и кстати . мне не с ним все-таки добил короче френдли пикси соглашать что это гудгейм поднимает монолит панда надо его быстрее недолго его монолит здесь пролетает уже выходит лежит питбуль али пытается свалить в гости 2 его сейчас прикрою разогласая строитель и монолит не ремонтировали все моник он слил в принципе и панда тоже выходит остается только питбуль который сейчас тоже выйдет зная его манеру игры естественно он не стал дождаться окончания боя но вот такие вот результаты смотрите сами останавливайте кто-то сколько настрелял навоевал сарае в принципе в этом бою был весьма неплохо но как я и говорил он играет нестабильно бывает нормально играет бывает ненормально может быть как и все все всегда находятся в отличной форме ладно надеюсь что данное сражение вам понравилось если да не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны на основной мой дополнительный на канал изенхорна вступайте в нашу группу вконтакте и оставляйте свои комментарии на сегодня все с вами был крестоносец изенхорн всем удачи всем пока пока